Приветствую! Образовалась у меня вот такая вот моделька парового двигателя Grasshopper. То есть кузнечик это один из первых типов паровых двигателей. Здесь достаточно много движущихся деталей. И мне стало любопытно попробовать провести динамическое моделирование этого механизма. Модель импортированная из компаса, поэтому сначала нужно расставить все зависимости и сделать еще несколько вещей. Значит, во-первых, мне не нравится, что при импорте вот этот вид определился как вид сверху. Я назначу видом сверху вот этот. То есть переключусь на настоящий вид сверху и объявляю его видом сверху. Дальше. Нужно что-то сделать с браузером. То есть вот так с ним работать неудобно. Поэтому я переименую узлы браузера. Заменю их на имена. Ну, можно имена файлов. Можно попробовать на обозначение. Я, правда, не знаю, передается ли обозначение через степ-файл. Вот. Но, как бы, либо передаются, либо он взял имена файлов. Точно не знаю. Дальше. Дальше мне надо расставить все зависимости, чтобы механизм правильно работал. Наверное, это не буду снимать. Потому что будет не то, чтобы долго, но довольно скучно. Вот. Но есть один нюанс. Для динамического моделирования нужно, чтобы было как можно меньше движущихся деталей. Как, ну, насколько это возможно. Поэтому, если какие-то детали двигаются совместно, одинаково, то их и надо сделать подсборкой. И все подсборки в динамическом моделировании обрабатываются как один объект. Ну, подсборка обрабатывается как один объект. Соответственно, вот у нас есть две каких-то стойки. Даже с вот этим вот пальцем их можно все, вот эти три объекта объединить и назначить подсборкой. Собственно говоря, так и сделаем. Это у нас через компонент. Понизить уровень. Объявить это подсборкой. Шаблон «Обычная сборка» сохраняется в корень там, где лежит файл сборки основной. Окей. Вот она появилась. Теперь можно этой штуке назначать все взаимосвязи. Вот. Сейчас я расставлю взаимосвязи. И вот я расставил взаимосвязи. Можно теперь покрутить механизм аккуратно. Все крутится, все шевелится. Я анимирую эту сборку, чтобы объяснить подробнее, как он работает. Так. Для этого я добавлю еще одну зависимость. У меня удобнее к маховику это сделать. У нас есть маховик. На нем есть вот такая вот удобная плоскость. Я добавлю угловую зависимость. Между какой-то неподвижной плоскостью и плоскостью маховика. Третье, что он меня спрашивает. Это направление вектора. Ну, оно определяет, в какую сторону у нас будут считаться положительные углы и отрицательные. Мне на самом деле все равно, поэтому я любую ось выберу. Вот, как бы, зависимость добавилась. При этом у меня немножко сломалась модель. То есть вот эта вот деталь вывернулась наизнанку. Она должна быть вставлена вот в это отверстие. Ну, теперь она перевернулась. Ну, это на самом деле нормально, потому что когда... Либо мы очень резко вращаем, перемещаем детали, либо добавляем новую зависимость. И для того, чтобы эта зависимость применилась, все должно куда-то переместиться, вся сборка. Соответственно, он ее перемещает, пропуская промежуточные состояния. Поэтому может получиться так, что какие-то детали там выйдут из своих пазов, повернутся на 180 градусов и всякое такое. За этим тоже надо следить. Так, значит, вот она эта деталька. Я ее разверну. Вот все три взаимосвязи, которые на нее наложены. Мне нужно конкретно вот это совмещение. Я его временно подавлю. Переверну деталь и восстановлю обратно. Вот, теперь она вставлена сюда. Вообще, сам по себе этот механизм предназначен для того, чтобы привести во вращение вот это зубчатое колесо. А механизм нужен для того, чтобы компенсировать возможную несоосность установки этого колеса. То есть маховик и вот это колесо. Но здесь они в модели, наверное, поставлены идеально. Я так предполагаю. Ну да, между всего, R-Stine 0. То есть они на самом деле полностью соосны. Но если бы они были не соосны, эта штука все равно позволила бы им крутиться. Так. Значит, зависимость я поставил. Теперь мне нужно ее заставить крутиться. То есть это у нас последняя взаимосвязь, которую я устанавливал. Вот она. Я включу для нее привод. Укажу, что угол должен изменяться от 0 до 360 градусов. Допустим, 5 раз. То есть 5 оборотов пусть сделает. Ну, скорость 1 градус. Пускай будет при вращении. Соответственно, наш механизм крутится. Значит, устройство. Вот здесь вот на маховике с эксцентриситетом установлена вот такая вот тяга. Эта тяга тянет вот этот рычаг качающийся, который поднимает и опускает поршень распределителя. Пара распределителя, скажем так. Вот, если я сделаю разрез, чтобы вовнутрь заглянуть и показать, что там делается. Вот. И опять запустим приют. Так, поехали. Вот. Но даже вот так вот я его восстанавливаю и нарисую. То есть получается, что вот отсюда у нас поступает пар. Это клапан регулятора. Он сейчас открыт. Через него это все проходит. Идет вот сюда. И давит на поршень сверху. Толкает его вниз. Соответственно, когда он уходит вниз, эта штука начинает двигаться вверх. Ну, отсюда пар вытесняется сюда вот в это отверстие на выхлоп. Ну, а потом это все меняется в процессе работы. Вот. Так, еще раз. Ну, как бы достаточно простая конструкция. Значит, сейчас уже можно переходить к динамическому моделированию. Я, правда, решил сделать полное динамическое моделирование. Вернее, попробовать сделать полное динамическое моделирование в следующем видео. Я не уверен, что у меня все получится. Но в этом видео я смоделирую работу именно парового цилиндра. То есть, мне нужно задать движение вот этого распределительного поршня и в зависимости от его положения прикладывать к цилиндру силу то сверху, то снизу, чтобы она его толкала. Соответственно, или вверх, или вниз. Вот. Значит, для этого, для этого, я, во-первых, сохраню под новым именем файл, но сборку. То есть, это у нас будет динамическое моделирование. Паровой цилиндр. Цилиндр. Сохранить. Значит, здесь мне, ну, я удалю все лишние детали. Ну, вернее, не лишние, а все подвижные детали, кроме двух. Значит, я оставлю вот этот вот поршень и вот этот поршень. Все остальное надо снести. Так. Так. Раз, два, три, так, четыре. А что, четыре? Это у нас основа. Это у нас поршень. А вот это палец надо убрать еще. И вот этот поршень. Все. Так. Разрежем. И будем с этим работать. Вот. Значит, у нас есть поршень паровой, есть поршень распределителя. Слайд-твэлф. Скользящий, скользящий клапан, скажем так. Значит, ну, не для того, чтобы правильно связать положение этого скользящего клапана с силами, которые действуют на поршень. Я добавлю еще пару взаимосвязей. То есть, совместим вот эту вот поверхность с вот этой. Это у нас получается, будем считать, что в этом положении вот это вот, вот этот канал полностью открыт. Так, теперь, значит, сколько у нас ход этого скользящего клапана? 9 миллиметров получается. Ну, можно даже сюда это включить. То есть, начало 0, окончание 9. Ну, или наоборот. Наверное, наоборот будет. Все знаю. Да. Наоборот. Вот, то есть, окончание 0, а начало минус 9. Вот, это граница изменения этой зависимости. Вот, теперь, соответственно, здесь уперся, здесь уперся. Вот, поставим его в верхнее положение. Теперь нужно выяснить, в каких границах вот это тут. Вот эта штука двигается. Ну, в большой сборке она будет ограничена, собственно говоря, коромыслом. То есть, она не сможет двигаться дальше, чем ей может позволить коромысл. Но здесь, поскольку все удалено, нужно его ограничить искусственно. Я так думаю, что я просто замерю расстояние от этого отверстия до этого. 114, вычету из него толщину поршня 15. То есть, 99 у нас ход поршня. И поставим тоже зависимость от... Отсюда. Так, это у нас, наверное, будет начало 0, окончание 99 или наоборот. Да, в этот раз я угадал. Так, ну вот, таковое оставим. Так вот. Нет, в нижнее положение я загоню. Сохранить. Вот, теперь переходим, собственно говоря, к динамическому моделированию. Среды динамическое моделирование. Вот, при создании динамического моделирования он автоматически преобразовал зависимости в стандартные соединения. То есть, вот у нас было совмещение осей. Оно превратилось в цилиндрическую зависимость. То есть, это, ну, соединение. То есть, соединение с двумя степенями свободы. Вращение вокруг своей оси и движение вдоль этой оси. И вот здесь вот два, две зависимости. Совмещение оси и совмещение плоскости. Он преобразовал в призматическую зависимость. То есть, одна степень свобода, движение вдоль оси. Дальше, когда я выбираю какое-либо стандартное соединение, он мне показывает такие вот две системы координат. Значит, а здесь, вот, кстати, запись вот призматическая. И дальше в скобках написано, между какими объектами. То есть, она, это призматическое соединение между вот этот вот Монкастер Слайд Велф. Вот он. И сборкой 6. Вот она. Соответственно, вот эти вот системы координат, они принадлежат вот этой нижней сборке 6. То есть, это вся вот эта неподвижная часть механизма. И вот этому скользящему клапану. Вот здесь вот. Соответственно, его положение определяется вот этими вот, ну, какими-то величинами по одной из осей. Оси, кстати, обозначены вот такими вот стрелочками. Одинарная стрелочка это ось Х, двойная ось Y, тройная ось Z. Так, теперь мне нужно, ну, как бы назначить движение для вот этого скользящего клапана. Значит, я открываю вот это призматическое свойство вот этого призматического соединения. Здесь у нас одна степень свободы и три кнопки управления. Первое положение и ограничения. Второе сила, которая в этом соединении есть. И третье движение, которое есть для этого соединения. То есть, ну, перемещать можно с помощью силы. То есть, прикладывать силу с одной и с другой стороны. Она будет улетать или вверх, или вниз. Можно напрямую задавать движение. Так, единственное, мне нужно определиться, в каких границах у меня будет это движение. То есть, у меня вот сейчас начальное положение 104,5 мм. То есть, это, по сути, крайнее верхнее положение. Я, наверное, не буду себе доверять. Я сделаю вот так, чтобы у меня эта цифра была перед глазами. Вот. Крайнее нижнее положение будет на 9 мм ниже, меньше. То есть, это будет 95,5 мм. Соответственно, у нас вот эта штука должна двигаться от 95,5 до 104,5. Дальше, чтобы назначить это движение, я перехожу вот сюда. Изменить вынужденное движение. Включаю вынужденное движение. И здесь у меня есть три варианта его создания. То есть, я могу управлять движением через задание ускорения, через задание скорости или через задание положения. Ну, здесь вот мне удобно через положение. Я щелкаю вот сюда. У меня открывается такое вот графическое окно ввода. Здесь мне нужно задать, собственно говоря, закон движения. Так, я забыл изменить параметры моделирования. Так, симулятор. Значит, здесь у нас в симуляторе задается время моделирования. Пускай будет 2 секунды. Здесь задается точность моделирования. То есть, 200 означает, что каждую сотую долю секунды он будет рассчитывать этот механизм. Ну, в принципе, можно и каждую тысячную, хоть каждую десятитысячную. Я думаю, сейчас нам вот этой точности хватит. Значит, теперь я опять иду в свойства призматического соединения. Включаю вынужденное движение, положение. Вот, теперь видите, от нуля до двух. Сразу по умолчанию размеченным. И мне сюда нужно загнать закон движения. Значит, у меня этот скользящий клапан должен двигаться то вверх, то вниз. То есть, по сути, он должен описываться синусоидой. Я тип, как бы, линии задаю вот здесь вот. То есть, она может быть серией линейных последовательности. Тут есть, как бы, другие варианты. Так, что-то я не вижу формулы странным образом. Ну ладно, синус поставить. Дальше. Задаю параметры, собственно говоря, синусоиды. Амплитуда у нас должна быть, получается, 4,5. Что 9 мм это размах, это полное движение. Амплитуда 4,5. То есть, половина размаха, частота. Пускай будет 2 Гц. То есть, пускай 4 колебания сделает. И мне нужно, он у меня сейчас в крайнем верхнем положении. А здесь движение начинается с середины. То есть, мне нужно передвинуть этап на Пи пополам. То есть, на 90 градусов. Так вот сделать. Вот. Теперь все хорошо. За исключением того факта, что синусоиды начинаются не оттуда. Она у нас должна начинаться с 104,5 мм и двигаться вниз к 95,5. А она у нас начинается с 4,5. То есть, нам нужно всю эту конструкцию сдвинуть на 100 мм вверх. Это делается так. Здесь можно создавать комбинации вот этих вот законов. То есть, сейчас у меня простой синус. Если я выберу линейную последовательность и нажму стрелочку, то этот синус заменится линией. А если нажму плюсик, то эта линейная последовательность добавится к синусу. То есть, будет комбинация из линии и синусоиды. Вот. У нас получилось, что один из двух это синус. А два из двух линейная последовательность. Вот. Линейная последовательность. Я вот, допустим, задам уклон. Вот. То есть, видно, как они сочетаются. То есть, я, по сути, этой линейной последовательности задаю ось синусоиды. Так. Здесь нужно 0. Мне нужно просто ее сдвинуть на 100 мм вверх. Вот. Вот. Получается, что со 104 он начинается к 95,5. Уходит. И вот так вот он движется. Остается нажать ОК. ОК. И можно замоделировать. Что касается моделирования. Вот эта вот важная кнопочка. Сейчас. Ну, вот я запущу моделирование. Вот эта вот кнопочка, она активна. Синенькая. То есть, это означает, что моделирование будет сразу же и визуализироваться. Вот. Это замедляет время моделирования. Ну, и вообще ни к чему. Ну, вот в данном случае, например, моделирование заняло 6 секунд. Сейчас я вернусь обратно в настройки. То есть, сейчас у меня моделирование закончено. Здесь все серенькое. Если я вот эту кнопку нажимаю, я перехожу обратно в режим редактирования. Вот. Теперь я выключу эту кнопку и смоделирую по новой. В этот раз моделирование заняло 0 секунд. Ну, при этом просмотреть как. Ну, анимацию можно в любой момент после моделирования. То есть, вот она у меня произведена. Я могу в любой момент перемотать. То есть, будет выставлено положение системы для этого момента времени. Или можно его просто просмотреть вот так вот. Ну, закон движения для скользящего клапана я задал. Теперь нужно разобраться с вот этой штукой. Ну, для начала нужно ограничить ее движение. То есть, сейчас она ничем не ограничена. И если я вот здесь вот определю силу тяжести, скажу, что она действует вдоль вот этой колонны. Вниз. Окей. И запущу моделирование. Соответственно, наш поршень трагически исчезнет. Потому что его ничего не удерживает. Он просто вот улетит. Соответственно, нам нужно ограничить возможность его движения в пределах вот 99 миллиметров, как мы до этого определили. Значит, это у нас уже соединение цилиндрический. И я его открываю. Здесь есть две степени свободы. P. Это перемещение. V. Вращение. Единственное, мне трудно понять, почему здесь не записано, вокруг каких осей. Ну, да ладно. Так. Значит, здесь у нас начальное положение 132 миллиметра. Если мы из него вычтем 99, допустим, то есть ход поршня, где он у нас окажется, оказался наверху. То есть получается у нас... Вот здесь вот мы выставим границы, минимум и максимум. То есть минимум у нас будет 33 миллиметра, а максимум 132. Вот. То есть 33 вверху, 132 внизу. Опять же определяется расстояние между вот этой точкой и вот этой. То есть верхняя точка, видимо, принадлежит, опять же, сборке 6. Нижняя точка, видимо, принадлежит вот этой вот. Монкастер 10.1.2.0.4. То есть под сборкой поршня. Вот. Но когда мы задали эти границы, они поршень не удержат. То есть у нас здесь, потому что указана нулевая жесткость, то есть это даже не воздух, это меньше. То есть ничего не препятствует прохождению сквозь вот эти границы. Нам нужно указать жесткость. Пускай здесь будет миллион. И пускай здесь тоже будет миллион. Вообще, конечно, стоит указывать точные цифры. Но в данном случае просто я хочу абсолютно жесткое соединение. И миллион ньютонов на миллиметр мне, в принципе, вполне устроит. Окей. Вот. Теперь он уже не улетит. Но есть другая проблема. Вот я его вверх немножко приподниму. Выполним. Динамическое моделирование. И теперь посмотрю, как это выглядит. Вот. То есть выглядит это вот так. Дело в том, что я не задал демпфирование. Соответственно, кинетическая энергия не рассеивается никуда. И он подскакивает на ту же высоту, с которой начал движение. Идеальная пружинка. Поэтому нам придется все-таки задать какое-то демпфирование. К сожалению. К сожалению. К сожалению, потому что оно замедляет динамическое моделирование. Вот. Я не помню, сколько у нас там, за сколько секунд он моделировался до этого. Ну, как бы сейчас ощутимо дольше. Вот. Готово. Вот. Вот. Ну, так меня, в принципе, устраивает. Теперь сложный момент нам нужно задать силы, которые будут действовать на поршень в зависимости от положения скользящего клапана. Это можно сделать двумя способами. Я сейчас оба покажу по очереди. Первый способ. Мне понадобится одна сила только. Значит, сначала я выбираю, к какому объекту она прикладывается. Вот. К этой подсборке поршня. Потом мне нужно указать направление. Она будет действовать, соответственно, вдоль штока поршня. Пускай вниз действует. Я введу какую-нибудь величину. Там 10 ньютонов. Просто, чтобы окей был активен. Вот. И это я назову сила. Так. Сила. Граф. То есть она у нас будет задаваться графиком. Так. Поехали. Редактировать. Значит, это у нас... Вот здесь у нас задается величина. И здесь можно выбрать устройство графического ввода. Чтобы опять получить вот это. Значит, по умолчанию, по оси X у нас идет время. Но мы это можем поменять. То есть мне нужно, чтобы здесь вместо времени было положение вот этого скользящего клапана. Я выбираю вот эту кнопочку ссылка. И здесь у меня вот стандартные соединения, силы, пользовательские переменные, там и всякое такое. Я разворачиваю стандартные соединения. Вот мы... Призматический... Призматическое соединение и положение призматического соединения. Окей. Вот теперь у нас здесь расположено по этой оси положение призматического соединения. Так, пускай у нас будет сила 10 ньютонов, значит, мне нужно сообразить, как ее направлять. Значит, у нас сейчас крайнее верхнее положение, то есть 104,5 мм положение, при этом полностью открыт нижний канал. То есть у нас сила должна действовать вверх. То есть мне нужно, получается, здесь задавать отрицательное значение. Так, поехали. Значит, начальная точка у нас 104,5 мм. Сила при этом минус 10 ньютонов. Так, конечная точка должна быть на 4 мм меньше. То есть 100,5 мм. И сила при этом должна быть 0. Так, что за фигня? Говорю, 100,5 мм. 100,5. Да что ты делаешь-то? А, он не может задать конечную точку левее начальной. Ну ладно, значит, 100,5 у нас будет 0. А 104,5 будет 10 ньютонов. Вот так все честно. Вот, у нас получается линейная последовательность. Так, сейчас я вернусь еще к этой штуке. Сначала покажу, как я определил 4 мм. То есть вот здесь я измерю вот это вот расстояние, вот этот вот просвет максимальный. Он 4 мм. Соответственно, когда между вот этими поверхностями 4 мм, у нас максимально действует сила на поршень. Будем так считать. Когда он уменьшается, пропорционально должна уменьшаться и сила. Вот сейчас я вернусь к силе. И продолжу с ней работать. Так, значит, вот у нас началось движение. А, наверное, не отсюда должно начаться-то. Это у нас уже наоборот конец самый. Да ладно. Еще точек можно поставить. Для того, чтобы инклилировать, когда скользящий клапан находится ниже. Так, это мы поставили. Значит, полностью открытое верхнее отверстие, оно должно быть на 9 мм раньше. То есть я создам еще одну точку. Здесь вот двойным кликом. И перейду к ее настройке. К настройке, вернее, этого поля. Так, блин, все сбилось. Ну ладно, я все поставлю на место еще. В общем, значит, полностью открытая верхняя точка, верхний верный канал, это вообще говоря, начало движения. Это у нас должно быть 95,5 мм. То есть начальная точка 95,5 мм. При этом у нас максимальная сила. Ой. 10 ньютонов. В чем сила, да, должна действовать вниз. То есть совпадать с вектором, который я нарисовал. Окей, поставил. Дальше. Конечная точка на 4 мм, соответственно, дальше. То есть это 99,5 мм. 0 ньютонов. Поставил. Дальше. Следующий участок. Это у нас такая мертвая зона получается. Она должна тоже быть 0 ньютонов здесь. А здесь должна быть 100... Сколько там? А, 100,5. 100,5 ньютонов. Так. И... Следующая зона. У нас со 100,5 ньютонов... Со 100,5 мм начинается. Заканчивается на 104,5. Только здесь должно быть минус 10 ньютонов. Вот так вот. Чтобы знак поменялся. Вот. Кажется, я все сделал правильно. Но это не точно. Соответственно, у нас как бы положение, оно будет меняться от этой точки до этой. Соответственно, вперед-назад по синусоиде. Сейчас проверим, был ли я прав. Я включу отображение силы. Пускай будет 0,5. Масштаб. Пускай она будет красненькая. Окей. Окей. Наверное, все-таки я поставлю 2000, чтобы она медленнее двигалась, чтобы рассмотреть все. И смоделируем. Так. Теперь смотрим, как это выглядит. Отскакивает все еще. Но это быстро устаканится. Так. Открывается этот клапан. Сила увеличивается. Вот он начинает закрываться. Сила начинает уменьшаться. Сейчас откроется в другую сторону. Да. Теперь обратно. Да. Вот это открывается. Сила увеличивается. Вот ее максимум. Там начинается... Что-то демпфирование надо больше как будто ставить. Перекидывает обратно. Станция удара отскакивает и уходит в нижнее положение. Ну ладно. Это все равно как бы... Нюансы упрощенной модели. Хотя все-таки демпфирование поставлю побольше. Пять. Пять. Еще раз. Смоделируем. Так. Поехали. Вверх. Но все равно. Все равно слишком сильно отбрасывает. Или силы недостаточно. Может 100 ньютонов поставить. Ладно. Работает как надо. Вот. Второй способ задания силы через формулу. Он будет посложнее. Но я давно хотел показать как работает формула при динамическом моделировании. И вот удачный момент для этого. Значит эту силу я подавлю, чтобы она мне здесь не мешалась. И поставлю еще одну силу, которая будет действовать. Ну пускай вверх. Окей. Это у нас будет сила... Сила вверх. Вверх. Есть. И добавим еще одну силу, которая будет действовать вниз. Окей. Это у нас будет соответственно сила вниз. Сила вниз. Теперь мне нужно сохранить. Мне нужно задать формулу силы. Значит она должна зависеть от положения вот этого призматического соединения. Вообще его конечно можно руками писать. То есть если сюда вот заглянуть, то у нас графическое устройство. О, типа осциллограф что ли. А здесь я могу отобразить. Вот например. Ну могу кстати силу отобразить. Правда ее подавил уже. Не знаю. А ну нормально. Вот она. То есть это график действия силы на поршень. Ну вот этот вот, который я графически задавал. Вот. И есть вот стандартные соединения. Вот призматические. Вот положения. Что же можно отобразить? Вот они. Соответственно, чтобы использовать вот эту вот переменную формуле, нужно записать ее как P. Квадратные скобки 1. Скобка призматический 2. Ну короче сложный, трудно запомнить. Я обычно делаю так. Здесь вот с помощью этой кнопки можно создать синтетическую какую-то кривую. То есть например умножить перемещение на силу. И получить там работу допустим. Или там еще мощность как-нибудь. Ну как бы мощность вычислить. Вот. При этом я выбираю, что я буду использовать. То есть буду использовать вот это положение. Значит и я его могу умножить, например, на скорость. Допустим. Зачем-то. Вот. То есть вот это вот правильная запись, которая можно использовать в формуле. Я вот обычно ее просто отсюда копирую. И все. Вот. А дальше иду создавать формулу. Сила вверх. Редактировать. Графическое устройство. Здесь не линейная последовательность, а формулу. Поставить. Сюда я могу вставить вот это призматически. И дальше ее как-то умножить. Значит, формулу я заранее придумал. Где-то она тут записана. Вот. Значит, что у нас тут? Сила вверх. То есть 10. Это у нас 10 ньютонов. 4. Это максимальное открытие этого самого канала. Вот. 104,5 минус положение призматический. То есть, когда канал максимально открыт. То есть 104 минус 104,5. Получается 0. Здесь 4 минус 0,4. 4 деленное на 4,1. Получается 10 ньютонов действует. Когда поршень движется вниз, эта величина уменьшается. Соответственно, здесь до 2 мм она сдвинется. Будет 104,5 минус 102,5. Равно 2. 4 минус 2,2. 2 разделить на 4,1 вторая. Умножить на 10,5. То есть сила уменьшится. Но мне нельзя, чтобы сила стала отрицательной. То есть, чем дальше она будет уменьшаться, тем меньше становится это число. В какой-то момент будет 4 минус 5, минус 1. Минус 1 четвертая. И, соответственно, здесь будет минус 2,5. Зачем это надо? Поэтому я могу задать ограничение действия этой формули. что она должна работать только когда положение, вот этот призматический 2, больше или равен 100,5. Сейчас я это запишу. То есть вот это вот беру, эту формулу, вставляю ее вот сюда. И вот здесь вот включаю условие. Если переменная, которая у нас призматический положение, что там, больше или равно, больше или равно, 100,5. 100,5. Окей. Вот. В этих границах она будет действовать. Когда положение больше, чем 100, больше или равно 100,5, будет работать эта формула. Как только меньше, здесь просто будет 0. То есть сила будет равна 0. Окей. Окей. И точно так же для силы вниз я задаю формулу. Так. Формула. Сюда. Здесь. Принцип тот же. Я не буду объяснять, как я это придумал. Так. Здесь тоже от положения. Только здесь должно быть меньше или равно 99,5. Меньше или равно 99,5 миллиметров. Окей. Так. Готово. Теперь проверим, правильно ли я сделал эту формулу. Да. Нужно тоже сказать, чтобы они отображались. Эти силы. Пускай сила вверх будет красненькой. А сила вниз пускай будет синенькой. Так. И поехали. Так. Так. Это подавлено. Все. Честно говоря, с формулой он как будто считает медленнее. Смотрим. Так. Открывается, увеличивается, закрывается, уменьшается, выключается, включается красное. Да. Все правильно работает. Вот. График этих формул тоже можно посмотреть. Это у нас график положений. Можно включить здесь и внешние нагрузки. Вот. Сила допустим вверх. Это она сила вниз. Вот она. В принципе, он так и выглядела. Ну, нет, лучше я ее вдоль оси Z отображу. Вот. Чтобы отрицательные были видны. Вот как бы сила вверх, сила вниз относительно оси Z. Вот. Можно их сохранить. вот здесь моделируется. Так. Вот. Я его остановил. Это я могу сохранить. Допустим, моделирование через формулы. Формулы сохранить. Закрыть. Перейти в режим моделирования. Вот эти силы я теперь подавлю. Подавить. Подавить. А это наоборот включить. И еще раз смоделировать. Так. И посмотрим устройство графического вывода. Внешние нагрузки сила вдоль оси Z. Вот она. и теперь сюда же я отображу графики сил, которые через формулу я получил открыть. Ой-ой-ой. Так. Папка рабочего пространства. Это у нас здесь должна быть. Вот она формула открыть. Значит, вот они здесь появились. Браузер динамического моделирования. Вот графики силы вверх. у нас сила Z. И сила вниз. Сила Z. Но они полностью совпадают. Поэтому даже неинтересно. Их не видно. Но то, что они полностью совпадают, означает, что я все правильно сделал. На этом я, пожалуй, закончу.